Всем привет! Приветствуем наших зрителей и подписчиков. С вами Стройгарант Анапа. Сегодня мы приехали в поселок Витязево и находимся вблизи самого красивого Черного моря. Вообще всегда, когда, я думаю, многие, да, говорят, произносят слово название города Анапа, у всех сразу ассоциация с морем. Действительно, это город, который протянулся вдоль побережья. Если брать Анапский район, порядка 40 километров. Вот песчаные пляжи от Анапы до Витязева, от Витязева до Благовещенской примерно составляют такое расстояние. 40 километров песчаных пляжей. И если от Анапы до Витязева, это такие обжитые цивилизованные пляжи, то от Витязева до Благовещенки это дикие пляжи, где вы можете даже не встретить человека. Если вам нравятся дикие места, пожалуйста, милости просим. Ну и, в принципе, от любой точки, от любого населенного пункта на автомобиле от 10 до 20 минут езды. Все оборудовано комфортными парковками, которые будут охранять ваш автомобиль, то есть это организованные парковочные места. И вы будете здесь отдыхать, загорать без опасений, что что-то случится с вашим личным автомобилем. Ну а по поводу моря. В любую погоду я знаю, что многие любят и зимой, не только весной. Приходить сюда, прогуливаться, дышать свежим морским воздухом. А жить здесь на море, это вообще, мне кажется, мечта многих людей, жителей нашей страны. Сегодня прекрасная погода. Если бы не этот ветер, я думаю, вы видите, как штормит. Погода порядка 23 градусов тепла. И там, за вот этими барханами, вот это все называется дюны. Они по-настоящему живые. Они перемещаются от моря к поселкам и потом в обратную сторону. Этот процесс многие называют таким черноморским чудом. И действительно, многие говорят, что это уникальное место. Подобные дюны есть, насколько мне известно, только в Аргентине. Такой протяженности и вот такого характера. Там, за этими дюнами, в поселке очень комфортно. Ветра практически нет. Там, в частности, взять поселок Жемчужина. От него вообще прямая дорога сюда. Вот видите, 15-20 минут и вы здесь. Анапа 200 солнечных дней в году. Большего солнца. Мне кажется, в России, ну вообще побережье, конечно, все солнечное. Но Анапа в этом смысле занимает отдельное место, потому что здесь никогда не застаивается воздух. Один старожил, старый грек, мне рассказывал, что его бабушка, она к старости уже стала плохо видеть. И вот когда они ехали из Новороссийска сюда, она носом чувствовала, в прямом смысле носом чувствовала, что они приезжают в Анапу. Потому что здесь такие условия, здесь такой коридор, который протягивает воздух. То есть здесь всегда свежо, здесь всегда свежий воздух морской. Вот. И этим этот город выгодно отличается от остальных городов Черноморского побережья. Если говорить про мою личную историю, то я сам 14 лет назад стал местным. Я приехал из города Волгограда. И главным фактором в вопросе, оставаться или не оставаться, были именно климатические условия. 7 января я вышел на улицу, было плюс 13, светило солнце. Я посмотрел так в небо, ну, Рождество, я говорю, Господи, куда я поеду? Я остаюсь здесь. Я думаю, что для многих людей, которые приезжают сюда, такое желание возникает. Хочется остаться, но многих пугает вопрос жилья, строительства, как быть. Я думаю, что в этом смысле все наши поселки коттеджные, они являются отличным решением. Готовый дом, прекрасные планировки. 20-15-20 минут до моря, можно и пешком прогуляться. Здесь, в принципе, все места живописные. Поэтому для тех, кто думает, для тех, кто размышляет, решайтесь. Заходите на наш сайт, звоните по нашим горячим телефонам. И ребята, наши менеджеры все расскажут и приблизят вашу мечту к реальности. Жить на море прекрасно. Одно вот это вот самое море, которое сегодня кипит, бурлит, ради него стоит поменять все, все свои спальные и серые города на вот эту красоту. Мы вас ждем. Добро пожаловать в Анапу. А я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Анапу.